В соответствии с планом мероприятий, личный состав 145-й пожарной части ОГПС Сланцевского района провел плановое пожарно-тактическое занятие по ликвидации пожара на социально значимом объекте. На этот раз условный пожар произошел в Центре социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов «Надежда». После того, как сработала система автоматической пожарной сигнализации, к месту условного возгорания из 145-й пожарной части прибыли пожарные спасатели на двух автоцистернах. К этому моменту находящиеся внутри люди были уже эвакуированы в специально отведенное для этого место. Одна автоцистерна была установлена на пожарный гидран для бесперебойной подачи воды, а другое звено газодымозащитников с прокладкой рукавной линии отправилось по лестничному маршу на ликвидацию очага возгорания. Оказавшись на втором этаже, спасатели обнаружили там пострадавших и надели на них спасательное устройство для свободного дыхания, после чего вывели их из условно-горячего здания. Затем спасатели продолжили тушение пожара до полной его ликвидации. Пост отлично, длинул. Начал прокализован, возвращаемся. Руководитель занятия по рации дает команду «Отбой». Личный состав собирает пожарно-техническое вооружение и оборудование. Затем общее построение и разбор проведенного занятия. Личный состав и руководители тушения пожара с поставленной задачей справились, за что им огромное спасибо. Еще раз подтверждается эта тема о том, что у нас постоянно проводятся занятия как в профессиональной подготовке, как в послужебной подготовке. Надеемся, что мы будем больше заниматься профилактическими мероприятиями, профессиональной подготовкой, чем выезды на такие социально значимые объекты по пожарам. Поэтому задачи, которые перед нами стояли, мы их выполнили. Целью таких занятий является проверка знаний и действий личного состава, повышение профессионального мастерства, развитие слаженности и оперативности в работе всех спасателей, входящих в состав пожарного расчета, а также отработка практических действий с персоналом социально значимого объекта с массовым пребыванием людей. Продолжение следует...